Друзья, мы с вами сегодня живем в государстве шилеров, воров и мошенников. И поэтому верить тому, что говорит, ну якобы государство, якобы государственные мужи, якобы есть такие законы, верить этому ничему нельзя. И даже если вы часть этого государства, как силовая структура, то вы все равно не защищены от мошенничества и шилеров, которые находятся во власти, даже может быть непосредственно над вами, а совсем недалеко. Поэтому не верьте тому, что вам обещают, а вам обещают очень много, ведь вы бойцы ОМОНа, бойцы Росгвардии, бойцы спецслужб, ведь вы, друзья, верите в большие зарплаты, в квартиры, во много еще райских обещаний, которые дают вам ваши руководители. И однако же верить в это не стоит, потому что вы всего лишь такое же стадо баранов, только которые за обещания идет убивать свой народ, идет избивать свой народ. Собственно, за это вы получаете вознаграждение от руководства, но не думайте, что все, что они вам обещают, они это выполнят. Нет, друзья, этого не будет. Ведь они точно так же хотят за ваш счет жить, то есть точно так же хотят иметь по 50 квартир в своем арсенале, которые можно продать. А где их взять? Конечно, у вас их отобрать, друзья. А вы избивали свой народ, вы избивали своих сестер, своих невест будущих. Возможно, вы просто над ними издевались, по полной отрывались, как на ринге с женщинами. Это достойно мужской чести. Сегодня же все перевернуто с ног на голову. Сегодня весь народ бежит за белым кроликом. Итак, давайте посмотрим, что ОМОНовцы, разгоняющие акции протеста, подадут иск в Конституционный суд и им не дают обещанное жилье. Ну, давайте я вас познакомлю с этой статьей. Бойцы ОМОНа, занимающиеся охраной порядка, во время митингов подготовили иск в Конституционный суд. Как сообщает собеседник, недовольство силовиков вызвано тем, что власти выделяют мало средств на выплату их жилищных субсидий. Сотрудник ОМОНа из Петербурга на правах анонимности рассказал изданию, что живет в комнате коммуналки вместе с детьми. Вот за это они идут бить народ, свой народ, потому что он в коммуналке живет. Он хочет из нее уехать, ему обещали квартиру, и он побежал с дубиной бить вас, друзья, соседей своих по городу, соседей своих по улице, по дому. Он бежит в маске, вы его не узнаете, но он работает хорошо, ведь их тоже снимают всех на видео. И потом это видео внутри, уже у себя в стенах ОМОНа или Росгвардии, показано видео полное, со всех сторон снятое, разгон демонстрации. И видно, кто как кого бьет, кто как дерется, друзья, кто как издевается, избивает. И все ошибки они прорабатывают совместно. Поэтому стараются парни, стараются ради квартиры. Итак, сотрудник из Петербурга на правах анонимности рассказал изданию, что живет в комнате коммуналки вместе с детьми. Еще несколько лет назад он стал в очередь на выплату для приобретения жилья. А потом, без объяснения причин, вдруг резко сместился вниз на 600 человек. Но он же стал никем, он же стал просто ОМОНовцем. Он добавил, что вместе с другими коллегами они нашли адвоката и подготовили иск в Конституционный суд. Формально заявителями выступят уже вышедшие на пенсию сотрудники, поскольку им терять нечего. Ну, то есть, если вышли на пенсию, то тогда вообще забудьте. Если вам до пенсионного возраста не дали квартиру, вы ее никогда не получите, друзья. Это же понятно. Понятно, что государство выделяет, да, но ваше руководство непосредственное обогащается за ваш же счет. Ну, такова пирамида власти. А что же вы хотели? Вы защищаете именно эту самую пирамиду власти. Конечно, мы вынуждены пресекать несанкционированные акции, но сам я стараюсь этого не делать. Вот теперь начнется, знаете, юление перед журналистами. Надо юлить, надо показать себя хорошим человеком. Разными способами избегаю и уж точно никого не бью. Да, и вообще, я не уверен, что если дело дойдет прямо до жесткого противостояния народа с властью, большинство из нас выступят на стороне верхов, заявил боец. Но мы это видели уже вот 10 августа на митинге, как жестко они просто так, знаете, в порядке профилактики избивали народ. По закону права на жилищную субсидию возникает у полицейских и обеспечивающих правопорядок росгвардейцев через 10 лет службы. Однако много им дают времени служить, да? За это время или шах, или подешах, или из шаг сдохнут. Итак, это делается в рамках предоставляемого финансирования. Как объяснил адвокат Иван Изварин, с каждым годом бюджет на квартиры силовикам уменьшается. В очереди десятки тысяч людей. Сейчас выделили на год 2 миллиарда рублей. При таких темпах ждать положенную субсидию придется 100 лет. Но прекрасненько, понимаете? Но дураков так и учат. Они же за бесплатным сыром в мышеловку побежали. А, конечно же, это бесплатный сыр. Они будут бить народ и разгонять толпу малолеток, студентов или даже стариков. Это нормальное явление для мужчины, да? И за это они хотят квартиры. За что вы хотите квартиры? Вы вообще кто в нашей стране? ОМОНовцы, росгвардейцы? Кто вы есть на самом деле? Да вы же те, кто уничтожает своих матерь и отца. Вы же Павлики Морозовы, которые ради галстука красного. Как поляжешь галстук, береги его. Он ведь с красным знаменем цвета одного. Так вы за ту самую подачку вы готовы уничтожать всех вокруг себя. Ну, конечно, в масках это легко делать, когда вы в масках, вы избиваете народ. А потом можно хвостом вилять и говорить, а я не я, и хата моя с краю, и я там ни при чем. И я не был там, и я никого не бил. Бросьте вы, друзья, раз вы там служите, вы все мазаны одним миром. Как повяжешь галстук, береги его. Он ведь с красным знаменем цвета одного. То есть вы все одного цвета с мошенниками и ворами во власти. Так что же вы хотите, чего плачетесь? Сегодня, теперь вы плачете кому? Вы жалуетесь народу на воров, которые вас обворовали. Но вы же и пошли за этим служить и избивать народ, чтобы вам дали бесплатный сыр в мышеловке. Народ-то, вон, видите, стоит в очереди и ничего, и не получает квартир, и не знает, как жить. А вы решили быть хитрее хитрого. Но поучитесь ухаджи на середину, как нужно себя вести. Итак, с вами я, Таня Карацуба, Сиитбурхан. На примере ОМОНовцев я показала вам, что бесплатный сыр в мышеловке никогда не бывает сладок, и что этот сыр обязательно у вас заберут, вытянут изо рта другие те, кто попроворнее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова